Сегодня мы продолжаем наш уникальный орхо-эксперимент по реабилитации, реанимации азиатских уцененных ослабленных орхидей. Напомню, что участников проекта три. Интернет-магазин Орхо-Рай, который предоставил нам эти самые орхидеи, и два орхоблогера Ирина Довтян, Краснодарский край и Елена Кузнецова, Южный Урал. Мы распаковали посылку и провели все необходимые, обязательные, первичные действия с этими орхидеями. Экспресс-адаптация, тщательный анализ и осмотр орхидеи, после которого мы их разделили на две принципиально разные группы. Первый полив разными препаратами, согласно этих групп. Мы зачистили орхидеи от всего ненужного гнилого, в рамках, конечно, разумных пределов, и отправили эти орхидеи на досветку и дальнейшую адаптацию. Через неделю у нас появилась первая стопроцентная реанимашка. Ну, мы знали, на что пошли. Подробнее обо всем об этом вы можете посмотреть в предыдущих полнометражных видео, ссылки я размещу в описании. Сегодня же у нас начинается второй, принципиально новый, другой этап ухода и лечения наших азиатских орхидей. Прошло 20 дней с момента, когда я распаковала посылку с этими вот орхидеями, которые вы сейчас видите. Это наши знаменитые, оцененные орхидеи, которые участвуют в орхоэксперименте. И прошло 19 дней, ну, с момента первого полива. У нас были некоторые приключения. И что сейчас мы с вами будем делать? Орхидейки хотят пить, наступило время следующего полива. И мы сейчас будем совершать принципиально новый этап, принципиально новый, так скажем, виток в уходе за этими орхидеями. Те орхидеи, которые у нас обрабатывались смесью из трех биофунгицидов, так и будут продолжать обрабатываться смесью из трех биофунгицидов. Вот они стоят у нас, две красоточки. А те орхидеи, которые поливались метронидозолом, как раз таки сегодня претерпят новый, скажем так, этап ухода. Сейчас все подробно расскажу. Мы решили с Ириной, что те орхидеи, которые вот обрабатывались метронидозолом, они должны получить некий стимул для развития, чтобы у них были силы, чтобы эти новые корни развивать. Потому что тут у меня как-то с корнями, ну, тут еще как-то есть какие-то корни, а вот тут с корнями прям вообще беда-бедовая. Ну, есть тут вот пару корней, но тем не менее, вот здесь что-то пыталось расти. Видно, что орхидеи не хватает питания, потому что она ест собственный листик. Когда орхидея вот так отсушивает правильно лист, она отсушивала его постепенно, то это говорит о том, что орхидеи не хватает питания от корней, поэтому она питается листом. Есть такое понятие, орхидея кушает свои собственные листья. Ну, у орхидеи есть такая фишка, это нужно знать, что все зеленые части орхидеи являются для нее кормом, если ей не хватает питания от корней. Это можно знать. Здесь у нас нет точки роста, помните, да, вот орхидейки четвертая по счету. Мы с вами тут обрабатывали, тут все вроде бы как хорошо, никаких движений там негативных нету, позитивных тоже, но это уже хорошо. Так вот, сегодня мы будем работать с этими орхидеями немножко по-другому, то есть мы их будем стимулировать на рост. Даже не совсем стимулировать, но еще как бы помогать определенными витаминами и аминокислотами, чтобы эти орхидеи пошли развиваться дальше. Я сейчас подготовила две емкости, собственно, как всегда, в которые мы наливаем по пол-литра теплой воды. У меня тут уже волшебная леечка, ой, какая она классная вообще, я вам хочу сказать, вот эта лейка у меня вот недавно появилась, она такая, знаете, вот такая вот, вот я ее припоказываю вам, литр воды, теплая водичка. Мне ей так удобно пользоваться, я прямо, знаете, рекомендую, вот у кого нету вот таких леек с длинными носиками, но здесь, знаете, у этой лейки есть особенные еще полезности. Я сейчас вам объясню свойства этой лейки, которые мне очень-очень нравятся. Сейчас я вот тут долью. Нам надо разделить, здесь ровно литр, нам надо, чтобы у нас было по пол-литра. Я уже примерно знаю, сколько это. Сейчас мы с вами разделим. Ну, лейка просто огнище, я реально ей пользуюсь постоянно. Я думала, что, ну, буду иногда, там, трататамид, лейка распрекрасная. Так, сейчас я прям чуть-чуть отодвину нашу с вами водичую. Смотрите, у нее есть шкала, это очень удобно, когда вот поливаю, я дозирована всегда. Я почему раньше поливала, ну, и сейчас иногда поливаю из этой, как ее, как их называют, господи, из принцовки, ну, потому что я понимаю дозировку. Вот она дозированная, у нее тонкий длинный носик, который везде проходит, и самое главное, у него такая широкая горловина, удобно внутрь мыть и удобно наливать. Водичку, разные препараты разводить, огнище рекомендую. Я прям даже вот прям ее сюда поставлю. Что дальше? Значит, ну, понятно, что здесь мы разводим наши знаменитые три биофунгициды, да. Про это очень много у меня мусорится на канале. У меня есть великолепные результаты. И, собственно, в нашем орхоэксперименте я первый раз применяю эти препараты для именно ослабленных, вот таких, знаете, полуреанимационных орхидей. Поэтому у меня тоже, как бы, это очень интересно, получить какой-то вот такой опыт. Что мы, у нас с вами здесь что? У нас с вами здесь пол-литра. Я делаю две, нет, по одной таблетке получается, да, по одной таблетке Гомаира. Али-Рима, естественно, еще одна проблема. На литр будет две, как вы понимаете, да. И я прикупила новый фитоспорин АЭС. Очень рекомендую мне фитоспорин АЭС, друзья мои. А вот сюда мы с вами будем сегодня разбавлять, делать рабочий раствор вот таким препаратом, друзья мои. Вот таким препаратом. Смотрите. Ребаф Экстра. Старый, проверенный Ребаф Экстра. Я тут про него очень много чего почитала. В моей картинке мира этот препарат был исключительно стимулятором, причем очень хорошим для роста корней. Но это далеко не все свойства Ребаф Экстра. Этот препарат является биорегулирующим. Универсального действия для стимуляции ускорения развития за счет активации корневого роста. Развития любого растения, ну естественно, архидеи в нашем случае. Ребаф Экстра содержит что? Аминокислотный комплекс, который обладает не только, вот что мне понравилось, не только антистрессовыми стимулирующими свойствами, но и лечебным эффектом. Как это достигается? Вот это для меня была, конечно, новость, когда я изучала этот препарат. Дело в том, что в составе находятся очень интересные компоненты. Гутаминовые кислоты, которые стимулируют клеточный рост деленной массы. В составе присутствуют фитогормоны, поливитаминный комплекс. Но самое интересное, я считаю, что я пока буду открывать, самая интересная с Ребаф Экстра, это то, что он разработан на основе продуктов жизнедеятельности микоризных грибков, полученных из корня женьшеня путем современных биотехнологических процессов. О как! То есть, получается, что действие препарата заключается во взаимовыгодном симбиотическом сожительстве корней орхидеи с грибковым мицелием. Почти та же самая история, что наша смесь из трех биофунгицидов, что меня, собственно, вообще, конечно, очень-очень прямо удивило. Грибки снабжают орхидею биологически активным компонентом и поглощают в замен, необходимый для роста углеводов. Ровно та же самая история, что вот в этих препаратах аллерин, гомоир и фитоспорин. Там та же самая история. Меня это вообще очень сильно удивило. Очень. Значит, что мы делаем? Мы вскрываем упаковку. Обязательно проверяйте, чтобы было свободности нормальной. Что мы тут имеем? Мы тут имеем 3,5 капельки. Ну, ладно. Итак, дозировка на литр 4 капли. У нас здесь пол-литра, поэтому нам нужно 2 капли. Сейчас я прямо 2 капли капну. О, все, как в аптеке. Вот таким сегодня мы интересным с вами стимулятором, активатором роста, к тому же еще и с лечебным эффектом, препаратом будем обрабатывать орхидеи. Нет, вместо метронидозола. Но метронидозол здесь не просто так стоит, я расскажу чуть позже почему. Так, ну что, все я разбавила, все размешала. Что мы будем с вами делать? Сначала польем, конечно, орхидеи смесью стройбиофунгицидов. Поливаю я теперь их сверху. Аккуратно. Обратили я сверху, все равно уложила по камушку. Люблю я это делаю. Давайте посмотрим, что у нас осталось с орхидеей, пока я ее поливаю. Посмотрите. В принципе, орхидея в хорошем состоянии. Мне она нравится. Такая, знаете, такая хорошенькая орхидейка. Вот. Прямо смело. Здесь есть одна особенность. Когда вы поливаете смесью стройбиофунгицидов, друзья мои, во-первых, полив видите, да, наших орхидей капельный. А во-вторых, обязательно не дожидайтесь пересыхания мха, потому что тогда все ваши полезные грибочки и споры, бактерии, погибнут. Им нужна влажная среда. То есть, чуть влажную среду все равно оставляем. Здесь у нас, видите, да, листики закреплены. Что мы здесь имеем? Ну, здесь все хорошо, сухо. Все, шейка нормальная. Пока процесс, скажем так, реабилитации, адаптации и привыкание орхидеи к новым условиям проходит без негативных моментов. Более того, я сейчас вам покажу. Посмотрите. У нас растет листочек. Маленький листочек показался. Как же его показать так? Вот оно, вот он, листочек. Потихонечку, капельно, наша задача промочить мох. Смесью из трех биофунгицидов нужно поливать раз в 10 дней, 2 недели. Если следующий полив наступил у вас там за 7 дней, ну, то есть, ну, быстрее высыхают орхидеи, да, это не только для вот реанимационных орхидей, там, ну, ослабленных, это для всех орхидей работает правило, то значит, через полив чистой водой. Это нужно понимать. У меня, например, вот орхидеи, они, когда просохли, буквально, наверное, дней 5 назад я их пролила чистой водичкой, потому что смесью из трех биофунгицидов мы не поливаем часто, мы поливаем четко, через 10 дней, 2 недели, не чаще. Ну, все, я намочила. Лишненькая вся водичка у нас. Стекла. Корешки зелененькие. Здесь корешки есть. Вот они позеленели, хорошенькие. Более-менее, да, ведь? Здесь орхидей у нас есть, здесь у нас все хорошо. Листик растет, видно же, да? Ну, и здесь у нас тоже все намокло, благодарно. Здесь, конечно, листик не растет, но здесь и нету негативных моментов. Смотрите, то есть есть у нас тут гнилые корни, но есть и живые, да, вот гнилые корни. Корневая система, конечно, такая так себе, но живые, тут вот очень много гнилых корней, но у нас есть живые корни, это уже хорошо. Эти орхидейки, все, они находятся вот именно в такой обработке. Сейчас мы что сделаем? Мы еще и протрем листики. Смесью стеклевых фунгицидов, прям туда же, смело. Эти две красотки готовы. Что теперь я сделаю? У меня был один комментарий, что эксперимент был бы, наверное, все-таки чище, если бы я еще мыла вот эту вот принцовку. Я сейчас ее помою, чтобы вот уже этой водичкой поливать, и здесь не было никаких этих остатков от этого рабочего раствора. Так, ну что, я предлагаю рассмотреть внимательно вот эти две наши орхидеи, которые, ну, в худшем состоянии, с моей точки зрения. Эту я помыла. И рассмотрим их внимательно. Ну, значит, вот эта орхидея. Я, знаете что, у меня прямо так и чешутся руки. Снять вот эти вот чешуйки вот этой орхидеи. Что я здесь вижу? Я здесь вижу корешки, которые чуть-чуть начали расти. Видите же, да? Вы же видите? Вы мне пишите. Вы пишите мне обратную связь обязательно. Вообще, мы с Ириной очень нуждаемся в вашей поддержке, потому что это, ну, как бы для нас такой новый совершенно союз, новое партнерство. Вот так вот объединиться, договориться. Мы перед каждым видео очень много разговариваем, принимаем решения. И поэтому нам будет очень приятно, если вы это оцените лайком, комментарием, просто даже сердечко в комментарии. И это уже для алгоритмов Ютуба будет работать. И видео будет продвигаться. И большее количество начинающих орхолюбителей, людей, которые не умеют реанимировать, либо которые хотят просто посмотреть, чем закончится этот эксперимент, вот именно с таким способом ухода за ослабленными реанимационными орхидеями, увидят это видео. Это пятая орхидея. Здесь у нас есть немножко корешков, ну, как бы побольше, скажем так, чем у всех остальных орхидей. И она очень бодренькая. То есть здесь вот смотрите, видите, корешки прям активизировались. И я сейчас, я, конечно, очень боюсь, прямо сильно боюсь, но я хочу убрать эту чешлицу. И потом, как мы сейчас будем шею обрабатывать? Глаза страшатся, руки делают. Это сейчас про меня, прям ей-богу. Мы сейчас очень аккуратно, очень. Прямо, знаете, прямо я прям не дышу. Редактор субтитров А.Семкин Так, ну что, я убрала, сколько смогла. Вот это вот все уже прямо засохло. Трогать не буду. Вот здесь вот-вот корешок, вот корешок. И мы сейчас с вами будем поливать эти орхидеи раствором рябава, обрабатывать листики и мазать шею. Вот мы что с ними будем делать. Так, с этой орхидеей все примерно понятненько. Пошла вторая. А с этой орхидеей, мне кажется, вот прям как-то все очень под вопросом. Значит, смотрите, она ест этот лист, его надо снимать. И мы сейчас его с вами будем снимать. Вот смотрите, видите, да, это все грибковость, которая остановилась. Возможно, даже тогда, когда я обрабатывала ей шею. Мы чем обрабатывали? Ага, топсином, друзья, мы обрабатывали шею. Смотрите, что мы здесь видим. Корешки, конечно, есть, но они закукленные. Шея длинная. Там вот все черненькое, да. И ножи это все. Я хочу вот отрезать. Здесь вот есть корень неважный. Так. Здесь еще, видите, чешуйка есть. Этот лист был, ну, видимо, еще у садовника. Ну, в смысле, у продавца, наверное, да, отвалился. Ну, в общем, давно он отвалился. Я чуть-чуть его почище, потому что нам надо, чтобы препарат Рибах попал на живые ткани. А если будут засохшие вот такие вот части, он не попадет. И, ну, как бы, какой в нем толк? Сквозь такие вот чешуйки, железобетонные, ничего никуда не попадет, друзья мои. Поэтому. Очень тонкая шея. Все действия аккуратны, чтобы не надломить орхидею. Ну, все, я вообще ничего больше делать не буду. Я просто тупо боюсь. Ну, здесь вот шея освобождена. Здесь у нас, помните, нету точки роста. Там все вроде бы как бы нормально. Ну, есть чернота, но она такая неактивная, друзья мои, нормальная. Все. Что мы будем делать? Ну, во-первых, мы орхидеи польем, естественно, да. И потом мы помажем, обмажем листики и шейку. Здесь у нас Рибафа Экстра. Помните, две капли на пол-литра. Здесь смесь из трех биофунгицидов сама по себе тоже как стимулятор работает, и антистрессор, и он, и активатор роста, и что там только не происходит. У меня много роликов по этому поводу, я даже объясняю, почему. Есть трансляция целая, прямой эфир, где я объясняю, как это все работает. А у этих только натранидазол, то есть лечащие препараты, все. Поэтому мы решили, что мы эти орхидеи тоже должны поддержать амиднокислотами, антистрессорами, стимуляторами, и, в общем, решили, что вот все это есть у нас вот в таком препарате, как Рибафа Экстра. И посмотрим, какой эффект у нас произойдет. У меня еще корни не активированы. Вот орхидеи находятся у меня без одного дня три недели. Пока все такое, вам хочу сказать. Ну вот есть тут немножко вроде пупырышки стали, что-то чуть-чуть активнейший, прям какие-то доли миллиметра. Здесь листик появился. Теперь мы берем естественно чистый спонж, обязательно чистый, и обрабатываем листья и стволик этим же раствором. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, вот такая вот история. Орхидейки напиваются. Здесь я все намочила. Так, знаете, прям вот щедро. Все. Самое главное, не попадаем в точку роста ни в коем случае. Что теперь будет у нас происходить? Эти орхидеи у нас, естественно, отправятся на досветку. Сейчас мы с ними с вами закончим и пятой орхидеи уделим внимание. У меня вот есть такой вот контейнер. Все. У нас с вами есть еще одна орхидея. Вот она она. Их как бы уже даже две, потому что орхидея развалилась, как вы помните. 7 дней через неделю после того, как я распаковала посылку, эта орхидея у меня развалилась. Вы видели, да, какая была чернота? Мы ее разместили на реанимацию. До последнего будем бороться за орхидейки. Значит, что мы здесь имеем? Здесь у нас корешки, которые очень медленно пьют. Вот если эти я уже два раза полила, то есть чистой водой, и вот сейчас, то эти еще, смотрите, какие влажные. Мы не трогаем это. Вот все влажненькое, все, ничего не надо абсолютно тут усердствовать. По большому счету, можно немножечко капнуть сюда, но можно смесью стройбилфунгицидов. Она и поливалась смесью стройбилфунгицидов. Вот видите, да? И обработана шея была топсин М. Но мы видели, что там это было уже бесполезно, потому что там были необратимые процессы в шее. Поэтому я сейчас, наверное, все-таки микроскопически полью сейчас сверху. Ну, вот корешки чуть-чуть влажные, но здесь мух сухой. Вот прямо чуть-чуть. Вот капельно-прикапельно, потому что у корней нет листьев. Им некуда девать ни воду, ни питательные вещества. Вода сейчас сюда наливается только для того, чтобы поддержать эту орхидею. В том смысле, чтобы она, ну, как бы корни были живые, и виламин тут не засох. Все, вы прям видели, да? Я три капли это сделала. Стоит на досветке, стоит в тепленьком месте. Я к ней не лезу со своим мнением и со своим вниманием. Включаем орхидейного, жду навсегда, когда у нас вот такая реанимация. А здесь у нас листик. Внутри у нас водичка с метронидозовым. И листик стоит в надежде, что может быть здесь чего-то появится. По большому счету, мы можем даже взять и обработать, а кто нам мешает. Знаете, уж эксперимент, так эксперимент. И обработать, но уже теперь этой ваткой я никуда не полезу, потому что этот лист был больной. И обработать шею. Рибов экстрачу, не хай, не хай будет. Мои орхидеи, и я принимаю решение. Все, ничего не знаю. Вот таким вот образом. Все, маловероятно, что что-то будет. Он очень упругий. Он прям, знаете, вот прям еще стал железобетоннее, чем даже был. Рибов экстракт, кстати, очень хорошо совмещается со всякими другими препаратами. Я даже сюда его налью. Вот так вот. Все, что мне? Вот так вот. Все. Будет, будет, не будет, не будет. И вот так она у меня стоит. Стоит тоже под досветкой. Они стоят вот так рядышком, в теплом месте. Итак, мы с вами перешли в новый, принципиально новый этап. То есть мы теперь орхидеи стимулируем на рост. Мы теперь им даем вещества, которые помогут орхидеям начинать развиваться более активно. Активный рост, чтобы у них был. И как мы будем дальше с вами вести себя? Все орхидеи, которые мы обрабатываем смесью строк биофунгицидов, у меня пролиты уже три раза смесью строк биофунгицидов. И поэтому три-четыре недели мы поливаем по мере надобности, когда корни просыхают, в каждый следующий полив просто чистой водой. Мы будем поливать их в течение четырех недель. Смесью строк биофунгицидов мы теперь поливать больше не будем. Всего три раза. И перерыв. На четыре недели поливаем только чистой водой. Те орхидеи, которые обрабатывались метронидозолом, они будут в один полив метронидозол, в другой полив рибофэкстра. В этот раз мы сегодня полили рибофэкстра, раствором. И в следующий раз это будет метронидозол. И все. И потом наступит следующий этап ухода за этими орхидеями. Но я думаю, что через месяц у нас уже будет точная динамика. Мы, по крайней мере, уже точно будем понимать. Пошли у нас орхидеи на поправку или они еще... Вот у меня пока орхидеи непонятно, на поправку или не на поправку. Они еще в таком, знаете, в подвешенном состоянии. У меня были случаи, когда орхидея уже листик даже дала, а потом раз и ку-ку. Поэтому мы еще пока точно не знаем. Вроде бы пока полет протекает нормально. Ну, кроме вот одной орхидеи. Одна орхидея ушла у нас в реанимацию. Реанимационные орхидеи мы с вами, друзья мои, не трогаем, не лезем к ним. Они стоят на досветке. Они стоят в одном месте, желательно тепленько, 22-26 градусов, просто в спокойном состоянии. Здесь прямо орха жду, стопроцентный, вообще ждем. Это может и полгода продлиться. У меня были случаи, когда детка вылезла только через полгода, но это была больная орхидея, замороженная. В данном случае корешки вроде бы не чешные, но посмотрим. А я вам желаю добра, любви, благополучия, здоровья и пышного цветения вашим орхидеям.